26 тысяч открытого грунта под овощи в республике посадим. 2017-й. На этих кадрах тогда еще действующий лидер боевиков группировки ДНР Александр Захарченко хвастается успехами недавно созданного предприятия «Теплицы Донбасса». Перед камерами подконтрольных СМИ ходит между грядок, ест спелые помидоры и рассказывает о грандиозных планах. Это позволит полностью обеспечить нашу страну овощами собственного производства и реализовывать его на экспорт. А вот как выглядит это же предприятие спустя год. Теплицы повреждены, тонны овощей гниют прямо на поле. Оно и было немножко, все в порядке поднялось, а сейчас все. Этих рабочих полагоняли половину там, а ну и бросили. Дончане, которые живут неподалеку от теплиц, недоумевают, как так вышло, что урожай оказался никому не нужен. Ну вот так, заворозить. Ну лучше бы скотину дали. В группировке ДНР причину овощного фиаско объясняют плохой организации работы на предприятии и обещают наказать виновных. А вот журналист Денис Казанский уверен, менеджерские просчеты тут ни при чем. Эта вся история, она была пиар-проектом Захарченко и Тимофеева, эти теплицы Донбасса. После того, как просто Захарченко вбили, а Тимофеев поехал в Россию, я так зрозумел, что этот пиар-проект, им стало, нема кому заниматься, и он просто занепав сам собой. Еще одной липовой экономической победой группировок ЛДНР, вспоминает журналист, стали новые автобусы. Местные СМИ громко заявили, стартует производство своего автотранспорта под названием Донбасс. Первые 100 штук должны были появиться до конца 2017-го. И машины действительно делали, вот только не в Донецке, а в России. Похожая история произошла и с трамваями. В этот раз боевики не стали заявлять, что электротранспорт делают сами. Объявили, лишь модернизируют старые чешские вагоны. Но это оказалось не совсем правдой, ведь точно такие же трамваи начали ездить по российскому Ижевску еще за два года до появления в Донецке. Кроме автомобилестроения, боевики за время оккупации не раз хвастались и производством собственного оружия. Один из примеров – пистолет «Оплот», в котором при детальном изучении эксперты узнали немного видоизмененный ТТ – советский пистолет 30-х годов. В то же время боевики постоянно рапортуют о возобновлении работы крупных предприятий, которые остановились из-за объявления торговой блокады. Например, в 2018-м якобы запустили самый большой на территории Луганской области Алчевский металлургический кабинет. В июне месяце выпущено 152 тысячи тонн готовой продукции. На июль месяц планы стоят увеличить выпуск готовой продукции. А это, соответственно, вся цепочка, которая влечет за собой, прежде всего, увеличение рабочих мест. Также, по словам членов группировок ЛДНР, с 2015 года они открыли 30 новых шахтных выработок. Экономисты отмечают – дело тут не только в красивой телекартинке. РФ действительно работает над тем, чтобы уменьшить суммы дотации своего бюджета. Треба понимать, что там находится, даже за неконсервативными оценками, несколько миллионов людей. Всем нужно как-то жить. Поэтому они пытаются что-то восстановить именно для того, чтобы защищать просто социальному выбуху. Могу говоря, что это, что называется простою мовою голодным бунтом. Другой вопрос, что в этих условиях она может развиваться. То есть, когда этот ресурс будет вычерпан в обычной деятельности, скорее всего, эти выработки помрут уже достаточно. Савтор исследований об экономике оккупированных территорий Виталий Перович разъясняет, сейчас уровень производства на оккупированном Донбассе не больше 30% от довоенного. И он полностью зависит от РФ. Таким образом, почти вся крупная промышленность на оккупированных территориях попала под управление зарегистрированной в Южной Осетии компании «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Сейчас, по подсчетам экспертов Центра изучения России и оккупированных территорий, ежегодные дотации из российского бюджета в территории, подконтрольные боевикам, составляют полмиллиарда долларов.